I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Здравствуйте, меня зовут Владимир Петухов, в эфире программа «История жизни». И сегодня я с удовольствием хотел бы рассказать вам о человеке, с чьим уходом, как мне кажется, мир стал совершенно другим. В нем стало гораздо меньше улыбок и смеха, а люди по отношению друг к другу стали гораздо злее. Обычно жизнь циркового артиста воспринимается публикой лишь только на арене цирка, и людям совершенно неинтересна его жизнь за пределами этого заведения. Помимо комического таланта, этот артист обладал еще и талантом драматическим. И я уверен, что он сломал стереотип клоуна, выведя свое творчество далеко за пределы этого слова. Сегодня жители всего постсоветского пространства вспоминает легендарного советского актера, артиста цирка, телеведущего и любимого комика Юрия Никулина. Сегодня, 18 декабря, ему бы исполнилось 95 лет. Постой, паровоз, не стучите колеса, конодуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Юрий Владимирович Никулин появился на свет именно 18 декабря 1921 года в Демидове, который в нынешнее время входит в состав Смоленской области. Его отец Владимир Андреевич в свое время учился в Москве на Уэрфаке, но закончить его не смог. Он был призван в ряды армии, а затем отправлен в Смоленщину поднимать народное образование. Там он познакомился со своей будущей супругой Лидией Ивановной, которая работала в местном драматическом театре. В 1925 году благодаря другу Никулиных семья переезжает в Москву, где получает однокомнатную комнатушку в коммуналке. Владимир Андреевич не стал восстанавливаться больше на юридический факультет, поскольку очень серьезно увлекся художественной самодеятельностью. Он сочинял репризы для эстрады и цирка, работал репортером и даже ставил собственные спектакли. Когда денег совсем не было, он брался за репетиторство. А Лидия Ивановна специально бросила цену и посвятила всю свою жизнь семье. Юрка в подростковом возрасте был обыкновенным сорванцом. Так же, как и многие, хулиганил, сбегал с уроков в кино, иногда даже дебоширил, болел за футбольный московский клуб «Динамо». Необыкновенный драматический талант он унаследовал от матери, а вот необыкновенное чувство юмора как раз таки ему досталось от отца. Родители в раннем возрасте приучали его к искусству, водили в театры, но самое яркое впечатление с детских времен, конечно же, у него осталось от посещения цирка. Юрка учился в обыкновенной средней школе, правда, никогда не отличался успеваемостью. У него была очень плохая память. Правда, лучше всего он всегда запоминал анекдоты. Кстати, увлечение анекдотами в 30-е годы могло кончиться для будущего артиста трагически. Дело в том, что он вел секретную тетрадку, куда в зашифрованном виде записывал анекдоты, высмеивающие советский строй. Например, там был такой анекдот. Один знакомый другому пожаловался. Сил нет, вши заели. А тот ему говорит, а ты напиши на обу слова колхоз, они сразу же все и сдохнут. Этим же самым анекдотом будущий актер Петр Вильяминов побаловал работника завода, на котором работал. В тот же день на него донесли, и он загремел в лагеря на целых 9 лет. Никулин, к счастью, по совету отца, тетрадку перед тем, как идти в армию, уничтожил. Но любовь к анекдотам сохранил на всю свою жизнь. Я вспомнил анекдот военного времени о русском характере. Когда поймали немцы, француза, американца, русского, и, значит, к расстрелу приговорили. Пытали их, ничего не могли. Поставили, все, автоматчики стоят. Абельцар говорит, мы немцы, гуманная нация. Перед тем, как вас расстрелять, каждый пускай желание. Американец говорит, виски, дали виски, дали виски выпил. Тебе, французский говорит, шампанскую, шампанскую выпил. А ты, а русский говорит, а я попрошу меня, пусть я кто-нибудь так ногой по заду даст, хорошо. Что такое? Ну, хочу такое желание у меня. Ага, немец, кивает, мигнув, подходит, здоровый, как там удастся погону нашему. И тот прямо в эту скалу улетит, ударился, обратно отскакивает, на ходу выхватывает автомат ухану. Вот так, ды-ды-ды-ды-ды, всех перебил. И говорит, братва, бежим. Они все бегут, бегут. И американцы говорят, что раньше не делали, почему это? Почему? Ну, русский говорит, характер такой, характер. Нам пока по жопе не дашь, ничего делать не будет. Учился Никулин в очень престижной московской школе. Нацкай, конечно, учился очень средне, спустя рукава. Поэтому после окончания семилетки встал вопрос, кого из ребят переводить в восьмой класс. Юрку восьмой уже не перевели, и это несмотря на заслуги его отца. И уже впоследствии Никулин доучивался в обыкновенной московской вечерней школе. В 1939 году Юрий окончил десятилетку и был сразу же призван в армию. В зенитном дивизионе близ Сестрорецка он встретил Советско-финскую войну, а за ней уже встретил Великую Отечественную. С войны не держал боевого оружия. Но это не боевое, а скорее психологическое. Когда любимый несколькими поколениями людей актер Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука» говорит милиционеру, что с войны не держал боевого оружия, это чистая правда, а не по сценарию. Сержант Никулин прошел всю Великую Отечественную в артиллерии ПВО. Он награжден медалями за оборону Ленинграда и за боевые заслуги. О своей войне он подробно, кстати, рассказал в книге «Почти серьезно». Как я уже говорил, еще в школе Юрий Никулин занимался в театральном кружке. Потом, проходя службу в рядах вооруженных сил, он тоже очень часто посещал драматический кружок, смешил всех своих однополчан, рассказывая бесконечные анекдоты. И все вокруг были уверены, что у него потрясающий талант, что он обязательно станет великим артистом. Да и сам Никулин абсолютно не сомневался в себе. Он знал, что после окончания войны он обязательно поступит в какой-либо театральный вуз. Вернувшись домой, Юрий Никулин хотел поступить в ГИТИС, но попытка оказалась неудачной. Летом 1946 года он подал документы во ВГЕК, но с третьего тура был внезапно снят экзаменационной комиссией. Ему заявили следующее. У вас, конечно, что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен. Скажем вам прямо, вас вряд ли будут снимать в кино, у вас просто некрасивая внешность. И это, если хотите, мнение всей комиссии. Если вы действительно любите искусство, то советуем вам пойти прямо в театральный институт. По их совету Юрий Никулин подал документы сразу в два театральных института. Один в ГИТИС, а другой в Щепкинское училище при Малом театре. Но и там, и там его ждала неудача. В сентябре 1946 Никулин узнал о наборе в студию клоунады при Московском государственном цирке на Цветном бульваре. Он решил рискнуть. И в этом, кстати, его поддержал отец. Так было принято судьбоносное решение стать клоуном. В отличие от театральных институтов, в цирковую студию Никулин поступил без особых проблем. И это при том, что экзамены прошли лишь 18 человек из нескольких сот желающих поступить. Когда начинающий клоун Никулин обучался мастерству в школе клоунады, к нему как-то подошел молодой парень и спросил его, «Как вы считаете, стоит мне поступать или все-таки нет?» Никулин ответил им анекдоту. Приходит как-то молодой человек к Равину и говорит, «Рэбе, не подскажете, жениться мне или нет?» «Поступай как хочешь», — сказал Равин. «Все равно потом об этом будешь жалеть». Молодой человек рассмеялся, но все-таки решил поступить. Имя этого поступающего было Михаил Шуйдин. Спустя некоторое время Юрия Никулина заметил сам Михаил Румянцев, знаменитый клоун-карандаш. В 1948 году Никулин вместе со своим другом Михаилом Шуйдиным стал ассистентом карандаша. Именно тогда, в начале своей цирковой карьеры, Юрий Владимирович познакомился со своей будущей женой Татьяной Покровской. Она была студенткой Темирязовской академии и очень любила лошадей. Однажды к ним в институт пришел Румянцев, которому нужна была лошадь для постановки. Там он познакомился с Татьяной, которую затем представил Никулину. Совсем скоро Покровская пришла на цирковое представление, в котором участвовал Никулин. И надо же такому случиться, что во время исполнения собственного номера Никулин попал под лошадь. К окровавленному Никулину вызвали скорую. Его отвезли в склиф без сознания, а взволнованная Татьяна помчалась за ним в больницу. Диагноз – два сломанных ребра и сотрясение мозга. Первым в склиф к пострадавшему пришел карандаш. За ним пришла Татьяна с домашним печеньем. При выписке врач сказал, «Юра, купите лошади килограмм сахара. Ударила бы она вас всего на сантиметр выше, я бы вас уже не лечил». Когда взволнованная Татьяна рассказала любимой тете, что познакомилась с артистом, та сразу же попыталась уточнить, а из какого он театра. Услышав, что Юра – клоун, тетя чуть не упала в обморок. Последний раз она видела живого клоуна только в 1913 году. Он был страшно пьян, валялся в опилках с размалеванной рожей и кричал налево и направо различные непристойности. Пришлось устроить смотрины. Дальше все было как в кино. Бесконечные разговоры, встречи, ухаживания и признания в любви. А уже в 1950 году Юрий и Татьяна поженились. Через шесть лет у них родился сын Максим. Выйдя замуж за клоуна, Татьяна перешла на работу в цирк. Сначала она работала в пантомиме, потом стала основным партнером, а впоследствии подсадной уткой самого Никулина. Супружеская чета очень редко жива в Москве, постоянно гастролировала. И вот однажды, когда Никулин вернулся домой из длительной командировки, его не узнал сын. Он открыл дверь, а Максим сказал «Здравствуй, дядя». И это Никулина очень сильно отрезвило. Он понял, что нужно гораздо больше времени уделять семье. Никулин 47 лет прожил с одной женой. Уникальный случай в актерской среде. Все между ними было, но они очень быстро мирились. Говорят об изменах мужа, Татьяна знала или по меньшей мере догадывалась. Но, как любая умная женщина, старалась сохранить семью. Хотя нервы периодически сдавали. Однажды, увидев вокруг супруга толпу женщин, выстроившихся за автографами, она подошла к нему и резко сказала «Ну хватит уже, пошли домой». «Попользовалась, теперь да и нам», – прокричались толпы завистливой поклонницы. Людская молва постоянно приписывала Никулину многочисленные романы с первыми красавицами советского кино. После выхода на экраны картины Германа «Двадцать дней без войны» репортеры до конца дней жизни мучили Людмилу Маркову-Гурченко на предмет того, был ли все-таки у нее роман с Никулиным или нет. Во время съемок любовных сцен Никулин, благодаря своему незаурядному чувству юмора, пытался как-то снять напряжение на площадке. Как-то на репетиции сцены, где Гурченко говорит «Обними меня, у тебя такие крепкие руки», Никулин вдруг ответил «А видела бы ты мои ноги», – все тут же грохнулись от смеха. Кстати, Людмила Марковна из-за многочисленных сплетен о романе с Никулиным так и не смогла до конца своих дней наладить отношения с законной супругой Никулина. И, кстати, таких историй было немало. Цирковой народ утверждает, что в свое время у Юрия Владимировича была сильная взаимная страсть с цыганкой Гитаны Ильянтенко. В молодые годы Гитана блистала на арене в роли цирковой наездницы и работала с Никулиным в одних программах. Но в 1963 году красавица вышла замуж за знаменитого актера Алексея Баталова. И вскоре, кстати, родила ему дочь. При этом, нужно сказать, Никулин и Баталов всегда оставались друзьями. Но, пожалуй, самой колоритной женщиной из близкого окружения Юрия Владимировича Никулина была молодая эквилибристка-экстрасенс Виктория Виклюк. На тот момент Никулину было 70, а ей всего лишь 47. Многие артисты утверждали, что у директора цирка на Цветном бульваре в последние годы объявилась некая женщина, игравшая ту же роль, что и знаменитая медсестра в жизни умирающего Брежнева. Большинство цирковых артистов о ней отзываются крайне негативно, называя черным кардиналом. Никулин был в ее руках ручной, практически как мальчишка, влюбленный и счастливый до безумия. Она не подпускала к нему никого, не разрешала Никулину есть пищу из циркового буфета, специально для него делала диетические каши, заваривала целебные травы. Кстати, законная супруга Юрия Владимировича не выдержала нового увлечения супруга и покинула цирк, уйдя на пенсию. Но, позвольте себе вернуться все-таки к творческой деятельности нашего сегодняшнего героя, в 50-е годы Юрий Никулин вел скитальческий образ жизни. Его цирковые выступления на пару с Михалым-Шевдиным не имели практически никакого успеха. Они не приносили никаких дивидендов. Они очень часто разъезжали по городам и весям Советского Союза, но ажиотажа это не вызывало у зрительской аудитории. Все изменилось в 1958 году, когда Никулин вместе с напарником поехали на гастроли в Швецию. Для этого они специально разработали новую полноценную программу, которую зрительская аудитория восприняла на ура. По сути, путевку в большую клоунаду Никулину выписал великий карандаш Михаил Румянцев. Он же выписал путевку и другому известному клоуну Олегу Попову. Они оба были у него ассистентами. Попов пришел на место Никулина, который незадолго до этого ушел из-за конфликта с маэстро. Никулин белый, Попов рыжий. Они могли бы составить великолепный дуэт, однако этого не случилось, несмотря на то, что путь в профессии у них был похожим. Впоследствии Никулин покорял цирковые арены в дуэте с Михаилом Шуйдиным, а вот Олег Попов предпочитал работать соло. Причем Попов стал гораздо раньше популярней, чем Никулин. Ведь Никулин долгое время считался обыкновенным цирковым коверным клоуном. История взаимоотношений двух великих советских клоунов переполнена ревностью, завистью и даже взаимными обвинениями. Юрий Никулин и Олег Попов – это часть детства всех, кто родился в СССР. «Скажи тогда кто-нибудь юным пионерам, что дядя Олег и дядя Юра могут ненавидеть друг друга?» Это было бы воспринято как святотатство. К Юрию Владимировичу Слава пришла именно в кино, в роли балбеса в комедиях «Гайдая». Он создал мощные драматические образы у Тарковского, Бондарчука и Германа Старшего. Попов тоже иногда снимался, однако его домом все-таки была арена. Похоже, он ревновал киноподвигам Никулина. Но вместе с тем и гордился тем, что сам исключительно цирковой артист. У Никулина, конечно, тоже были причины заведовать Олегу Константиновичу. Ведь Попова знал весь мир, а Никулин был популярен только на территории Советского Союза. Началось все в 1958 году, когда труппа советского цирка приехала на гастроли в Западную Европу. Говорят, после выступления в Бельгии вдовствующая королева Елизавета прямо на арене поцеловала Попову руку и воскликнула. Ой, солнышко из России прилетело. Бельгийская королева устроила в честь трупа московского цирка прием в Королевском дворце. Когда в конце вечера подали блюдечки с лимонной водой, чтобы помыть руки после жирной пищи, Попов, не зная предназначения этих блюдочек, выпил из своего воду. Королеве это показалось самой смешной шуткой в ее жизни. И вот тут она сказала, нет, это что-то умопомрачительное, это же настоящий солнечный клоун. Попов стал настоящим брендом советского цирка, ведь и на сегодняшний день и в Мюнхене, и в Брусселе есть улицы, названные в его честь. Он попал в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный клоун на планете. Конечно, о таком успехе Никулину даже мечтать не приходилось. Но в Советском Союзе они гремели на равных. С их изображением даже выпускалась сувенирная продукция, кстати, неслыханное новаторство для советской легкой промышленности. И тот, и другой народные артисты СССР, Попов стал им на четыре года раньше, и оба более чем успешны в плане материальном. Никулин получал у Гайдая за съемочный день 50 рублей, треть месячной зарплаты инженера. У Попова было два Фольксвагена. Большая редкость те времена. Поговаривают даже, что Попов воровал репризы у Никулина. Никулин с Шуйдиным на заре своей карьеры поехали на гастроли в Ленинград. На следующий после их выступления день в газете написали. Интересно показали себя молодые клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. Жаль только, что они полностью повторили репертуар Олега Попова. Олег Константинович гастролировал в Ленинграде накануне, и, конечно же, у зрителей была возможность сравнить. Однако перехват номеров вряд ли был главной причиной вражды. Такая практика в цирковой среде была очень распространенной. Да и Попов потом жаловался, что у него тоже воровали репризы. Корень неприязни двух великих артистов не только в артистических обидах, но и в обидах административных. В 1981 году Никулин становится главным режиссером, а потом и директором цирка на Цветном бульваре. Говорят, что и Попов очень метил на эту должность. Еще более горько обиделся Олег Константинович в 1990 году, когда подошел его 60-летний юбилей. Он был уверен, что Юрий Владимирович нарочно не позволил ему отмечать день рождения на Цветном бульваре. Он был уверен, что причина его неудач как раз в том, что он, в отличие от Никулина, никогда не состоял в КПСС. Он всегда любил говорить, мне кажется, что понятие клоун-коммунист само по себе уже смешно. Не просто складывались у Никулина и отношения с товарищами по рабочему киноцеху. Кумиры нескольких поколений, святая троица, как его принято говорить, Витцин, Никулин и Мургунов никогда в жизни не были друзьями. А в последние годы жизни актеров отношения вовсе превратились в откровенную вражду. Народные любимцы не упускали возможность уколоть друг друга в интервью и в выступлениях. Более того, в последние годы жизни Никулин и Мургунов и вовсе разругались. С возрастом Мургунов перестал быть востребованным актером. Никулин же, напротив, был популярен до конца своих дней. И даже получил государственную премию. Это очень расстроило Евгения Александровича, ведь работали не вместе, а премию получил только Никулин. Это обстоятельство вызвало резкий публичный ответ Никулина. Он запретил Мургунова пускать в цирк на Цветном бульваре, руководствуясь тем, что, дескать, у нас и своих клоунов хватает. Георгий Витцин запрещал своей дочери просить у Никулина контрамарки. И все же настоящими врагами члены трио так и не стали. Помириться актерам удалось только на открытии музея в честь знаменитой «Троицы» – музея трех актеров. Конечно же, Никулин не был бы так популярен и знаменит, если бы не кино. В 1958 году на экраны выходит картина «Девушка с гитарой», где Никулин играет эпизодическую роль. А уже после нее выходит картина «Неподдающаяся», которая задумывалась авторами прежде всего как картина о перевоспитании подростков. Но роль Никулина была настолько яркой и настолько комичной, что картина превратилась в комедию. «Белая роза, роза, красная роза, красная роза, соня, 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 ты меня компроментируешь перед коллективом». Ничего, коллектив тебя знает. В 1961 году Юрий Никулин снялся в своей первой большой драматической роли в картине «Когда деревья были большими». Никулин вспоминал, что режиссер Куледжанов просил его только об одном. «Умоляю вас, не играйте, только не играйте, будьте ради бога самим собой. Считайте, что ваша фамилия не Никулин, а Иорданов». Чтобы вжиться в роль, Никулин действительно ходил около пивных. Он часто заходил в мебельные магазины, смотрел, примеривался. Однажды он приехал на съемочную площадку в гриме и хотел войти в магазин, где должен был сниматься эпизод картины. Директор магазина не хотел его пускать. «Знаем мы таких артистов. С утра глаза зальют и ходят, спектакли тут разыгрывают. Иди прочь, пока я милицию не позвал». Лишь только заступничество режиссера помогло спасти эту ситуацию. Однако наибольшего успеха в кино Никулин прежде всего, конечно же, обязан комедийному жанру. И обязан прежде всего, конечно же, Гайдаю. Именно Гайдай снял Никулина в своих лучших комедиях. «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Эти фильмы стали одними из самых популярных в СССР, а имя Юрия Никулина было навсегда вписано в историю. В 80-е годы Юрий Никулин снимался в кино крайне редко. Зато именно в эти годы им была сыграна замечательная драматическая роль деда Кристины Арбакайте в картине Ролана Быкова «Чучело». Это была последняя актерская работа Юрия Никулина в полнометражном кино. В 90-е Никулин уже не играл в кино. Это было сумасшедшее, смутное время, когда каждый пытался выжить. И вот как раз-таки в это время фигура Никулина, несмотря ни на что, была незаменимой. Никулин многоходатайствовал за знакомых артистов, выбивал лекарства и квартиры, подыскивал работу начинающим актерам. Все это отнимало Юрия Владимировича много сил, но свою жизнь без благих дел он не мог представить. Как-то актер сказал, что будет счастлив, если о нем когда-то скажут. Он был добрым человеком. Можно не сомневаться, что это не раз говорил каждый, кто был знаком с Никулиным. В последние годы основной профессиональной составляющей Никулина стали анекдоты. Он стал популярным ведущим не менее популярной программы «Белый попугай», где рассказывал анекдоты как с бородой, так и рассказывал совершенно новые. И плюс ко всему эти анекдоты рассказывали очень известные артисты, которых Никулин приглашал в свой клуб. И через несколько лет после того, как закрылась эта передача, Никулин выпустил три книги, три сборника самых лучших и любимых своих анекдотов. Умирает миллионер, вся семья столкнулась вокруг кровати. Он открывает глаза и кричит «Сволочи! Воры! Стервятники! Душегубы!» Врач говорит «Пока все в порядке, он своих узнает». Разностороннее дарование Юрия Владимировича пополнилось еще одним дарованием, дарованием литературным. На склоне своей жизни он написал книгу мемуаров, которую назвал почти серьезно. И рассказал в ней о всем, что происходило в его жизни. К своей книге Никулин выбрал такой же ироничный, полный внутреннего смысла эпиграф. Жизнь у людей отнимает страшно много времени. Особенно если эта жизнь заполнена таким множеством дел, которыми приходилось заниматься Юрию Владимировичу. И тем не менее он находил время, чтобы посмотреть по телевидению свой любимый футбол или хоккей, послушать новости и уделить внимание своей коллекции клоунских фигурок. Началась эта коллекция, как всегда, случайно. А потом то сам Никулин ставил фигурку в своем кабинете, то кто-нибудь привозил ему в подарок. Так он жил и каждый день опровергал стереотип о том, что клоун в жизни должен быть непременно меланхоликом. В конце июля 1997 года Никулину внезапно стало плохо, и он обратился к врачам. Осмотр выявил серьезные проблемы с сердцем. Операция состоялась 5 августа 1997 года. Обычно такие операции длятся минут 20-30, не больше. Но в самый последний момент у Никулина закрылся сосуд, и произошла остановка сердца. Врачам ценой огромных усилий удалось вновь его завести. После этого было принято решение продолжить операцию, поскольку без этого актер был бы обречен на смерть. Однако цена этого оказалась слишком высокой. Пока Никулин находился в состоянии клинической смерти, у него пострадали все органы – печень, почки и мозг. Борьба за жизнь артиста продолжалась 16 дней. И все эти дни центральная пресса чуть ли ниже частно сообщала о состоянии здоровья любимого артиста. До этого ни один советский гражданин после смерти Сталина не удостаивался такого внимания. Для спасения Никулина были предприняты беспрецедентные усилия. Известнейшие специалисты страны находились рядом с ним днем и ночью. И использовались лучшие в мире медикаменты и самая совершенная аппаратура. Однако чудо не произошло. 21 августа в 10 часов 16 минут утра сердце Юрия Никулина остановилось. Могила Юрия Владимировича Никулина находится на Новодевичьем кладбище. Панихида, которую посетил в том числе и тогдашний президент России Борис Ельцин, прошла в здании цирка на Цветном бульваре. Во время похорон Юрия Никулина проститься с ним пришли тысячи людей. Очередь протянулась по всему Цветному бульвару, сворачивая на Садовое кольцо. Юрий Никулин был третьим человеком в истории России после Ленина и Сталина, с кем пришло попрощаться столько людей. Жена Юрия Владимировича Татьяна Николаевна умерла в 85 лет. И на 17 лет пережила мужа. «Таня – это моя половинка», – всегда говорил знаменитый клоун. И полушутя добавлял – лучшая половинка. А сын Максим Никулин продолжает дело своего отца. Он по-прежнему генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре имени Никулина. Сегодня в честь 95-летия великого артиста Юрия Никулина я вместе с вами хотел бы вспомнить его светлый образ и посмотреть картину, в которой Никулин впервые раскрылся как большой драматический артист. Это картина, когда деревья были большими. Уверен, что, конечно, вы смотрели ее неоднократно, но все-таки сегодня, по случаю рождения великого артиста, я думаю, не лишним было бы еще раз ее увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok